Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока по биологии – основные признаки живого – уровни организации жизни. Сегодня на уроке мы научимся различать живые и неживые предметы, рассмотрим критерии, по которым можно отличать живое от неживого. Представим живые организмы на всех уровнях организации – от клеточного до планетарного. Для начала давайте вспомним, что же такое биология. Биология от греческого биос – жизнь, логос – учение. Биология – это наука о жизни. Она изучает живые тела природы, различные организмы, такие как растения, животные, грибы, бактерии и вирусы. Современная биология представляет собой комплексную науку. Она состоит из ряда самостоятельных дисциплин со своими объектами исследования. Большой раздел биологии – ботаника – это наука о растениях. Строение особенностей роста и биологическое значение грибов изучает микология. Разнообразие мхов описывает бреология. Ископаемые останки древних растений исследует палеоботаника. Раздел биологии, который изучает животных, их многообразие, строение и образ жизни называется зоологией. Зоология изучает различных животных, в том числе простейших – насекомых, рыб, птиц, млекопитающих. Отдельные особенности животных изучают в специальных разделах зоологии – морфологии, палеонтологии, этологии. Организм человека – это объект исследования анатомии, физиологии и гигиены. Анатомия изучает форму и строение человеческого организма. Физиология исследует функциональные явления, которые тесно связаны со структурой организма, а также раскрывает законы жизнедеятельности живого организма. Гигиена, как раздел биологии, определяет влияние окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и разрабатывает оптимальные требования к условиям жизни и труда. Гигиенические нормативы, необходимые для сохранения здоровья человека, создаются на основе знаний анатомии, физиологии. Для выявления и объяснения общих биологических законов, эволюционных явлений, закономерностей существует раздел общей биологии. Общая биология изучает все аспекты жизни, классифицирует и описывает царство живой природы, изучает происхождение видов и взаимодействие их между собой и с окружающей средой. Живой мир Земли представляет собой огромное разнообразие видов растений, грибов, животных и бактерий. Одних лишь животных сегодня в науке описано более двух миллионов видов. Из них более полтора миллионов видов это насекомые, примерно 500 тысяч видов растений, свыше 100 тысяч видов грибов и 40 тысяч видов простейших. Бактерии вообще не поддается никакому счету. И все же у этих организмов есть общие свойства, которые помогают нам отличить представителей живой природы от неживой. О них мы сегодня и поговорим. Когда мы говорим об отличиях живой и неживой природы, полезно представить, ну, например, камень и кошку или собаку. Отличия есть и они очевидны. Как же их определяет наука? Давайте разбираться. К особенностям живого существа она относит следующие, присущие практически всем живым организмам процессы, такие как питание, дыхание, выделение, размножение, подвижность, раздражимость, приспособленность, рост и развитие. Безусловно, камень может быть подвижным, если его бросить, может размножиться, если его разбить, может даже вырасти, если он имеет кристаллическую природу и находится в насыщенном солевом растворе. Для этого нужно внешнее воздействие, но все же. При этом камень вряд ли начнет питаться, раздражаться и вздыхать от такой несправедливости. Мы говорим об особенностях живого и неживого. В них, в этих особенностях находят отражение свойства живого, которые уже ни с чем не спутаешь. Что же это за свойства? Первое, в организмах и их клетках содержатся те же химические элементы, что и в телах неживой природы. Но в клетках живых существ есть еще и органические вещества, которые получили свое название потому, что первые были выделены из живых существ, из организмов. Это белки, жиры, углеводы и нуклиновые кислоты. Эти вещества образуют упорядоченные структуры, но только находясь в клетке, органические вещества обеспечивают проявление жизни. Причем важнейшая роль в жизнедеятельности организмов отводится в первую очередь нуклиновым кислотам и белкам. Они обеспечивают саморегуляцию всех процессов в организме, его самовоспроизведения, а значит и саму жизнь, запомним. Белки, жиры, углеводы и нуклиновые кислоты – это основные компоненты живого. Далее основной структурной и функциональной единицей почти всех живых организмов является клетка. Почти потому, что на Земле прекрасно чувствуют себя вирусы, например, которые представляют собой неклеточную форму жизни. Но мы поговорим о них позже. В организмах, в которых много клеток, то есть в многоклеточных, из клеток формируются ткани. Ткани образуют органы, которые в свою очередь объединяются в системы органов. Такая упорядоченность строения и функции организмов обеспечивают устойчивость и нормальное протекание жизни. Третье очень важное свойство живого – это обмен веществ и превращение энергии. Все живые тела природы являются открытыми системами, то есть такими системами, в которые из окружающей среды непрерывно поступают вещества, содержащие энергию и строительный материал, а также различные информации. Например, мы с вами дышим, кушаем и так далее. Обмен веществ и превращение энергии является одним из характерных признаков живого. В неживых телах природы обмен и превращение энергии разрушают эти тела, а в организмах эти процессы направлены на создание новых сложных веществ и служат необходимым условиям их жизни. Четвертое – это прерывистость. Живые тела природы построены из обособленных, но взаимосвязанных и взаимодействующих между собой частей. Это системы органов, органы, ткани, клетки, органоиды и молекулы. Организмы, в свою очередь, составляют надорганизменные системы. Это популяции, сообщества, биогеоцинозы и в конечном счете биосферу. Мы поговорим об этом чуть позже. Пятое – это раздражимость. Любая биологическая система, будь то клетка, организм или сообщество организмов способна избирательно реагировать на различные воздействия, оказываемые на нее снаружи или изнутри. Это свойство организмов получило название раздражимость. Если вы пнете камень, он не ответит и никак не отреагирует. С кошкой этот фокус не пройдет. На агрессию хищник ответит агрессией, потому что живые существа активно реагируют на действия факторов внешней среды, проявляя таким образом раздражимость. Именно раздражимость позволяет организмам ориентироваться в окружающей среде и, следовательно, выживать в изменяющихся условиях. Даже растения, которые, казалось бы, лишены подвижности, могут реагировать на изменения. Многие способны разворачивать листья в сторону солнца, чтобы получить больше света. А некоторые, например, как на экране мимоза стыдливая, сворачивают листья, если к ним прикоснуться. Это тоже проявление раздражимости. Шестое – это саморегуляция. Это свойство проявляется в способности живого поддерживать постоянство своего химического состава и интенсивность протекания процессов жизнедеятельности. Саморегуляция свойственна не только отдельному организму, но и всем биологическим системам от клетки до биосферы. Например, если организму не хватает воды, то он начинает испытывать жажду и пьет воду. Посмотрите на этого милого котенка. Седьмое – это ритмичность. Свойства ритмичности присущи живым и неживым телам природы. Ритмичность зависит от космических и планетарных причин. Это вращение Земли вокруг Солнца, смены времен года, фазы Луны и другое. Реакция живой природы на эти изменения проявляются в биологических ритмах. Это периодические изменения интенсивности и характера биологических процессов и явлений, которые обеспечивают приспособление живого к изменениям окружающей среды. Восьмое – это самовоспроизведение. Это свойство важнейшее из всех остальных. Отличительная особенность живого – многократное самовоспроизведение живых структур. Причем информация о них содержится в особых органических молекулах ДНК – дезоксирибонуклиновой кислоте. Самовоспроизведение лежит в основе способности к размножению. Жизнь любой клетки или организма ограничена во времени, но благодаря размножению живое бессмертно. Девятое – это рост и развитие. Развитие, как правило, сопровождается ростом, увеличением массы тела или его размера, связанного с появлением новых клеток. Эволюция – это тоже развитие, но не одного отдельного организма, а всего живого мира в целом. Развитие обычно идет от простого к сложному и в большей приспособленности организма к среде обитания. Так обеспечивается то многообразие живых существ, которое мы можем наблюдать сегодня. Следующее – это наследственность. Наследственность проявляется в способности организмов передавать свои признаки и свойства из одного поколения в другое. Она непосредственно связана с размножением и обусловлена химическим строением молекул ДНК, который составляет наследственную программу организма. Изменчивость проявляется в способности организмов изменить свои признаки под влиянием различных причин. Наследственность и изменчивость обеспечивают возможность приспособления организмов к окружающим условиям, что позволяет им выживать и оставлять потомство. Итак, живые тела природы представляют собой открытые, саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся биологические системы, которые построены из белков и нуклеиновых кислот. Мы определили отличия живого от неживого, познакомились с общими свойствами для всех живых организмов. А теперь пора познакомиться с уровней организации жизни. Окружающая нас живая природа представляет собой биологические системы разных уровней организации и сложности. По наличию специфических структурно-функциональных единиц жизни и процессов, происходящих с ними, можно выделить 8 основных уровней живой природы. Молекулярно-генетический, органоидно-клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический или его еще называют экосистемным и биосферный. Молекулярно-генетический уровень. Любая биологическая система всегда состоит из молекул, нуклеиновых кислот, белков, полисахаридов, липидов, а также других соединений. Структурно-функциональной единицей этого уровня организации жизни является ген. Ген – это участок молекулы дезоксорибонуклииновой кислоты или ДНК. Ген несет наследственную информацию о структуре одного белка. На молекулярно-генетическом уровне протекают важнейшие процессы жизнедеятельности. Это кодирование, передача и реализация наследственной информации. На этом же уровне организации жизни осуществляется процесс изменения наследственной информации. Органоидоклеточный уровень. Структурно-функциональной единицей этого уровня организации жизни служит клетка. Из клеток и межклеточного вещества состоят ткани, а ткани образуют органы и системы органов. Отдельная клетка состоит из органоидов. Это внутриклеточные структуры, которые образованы молекулами органических и неорганических веществ. На органоидно-клеточном уровне протекают важнейшие процессы жизнедеятельности. Обмен и превращение энергии в клетки, ее рост, развитие, деление. Следует подчеркнуть, что клетка, которая может выступать как целостный организм, то есть самостоятельная и автономная живая система. Тканевый уровень формируется при объединении клеток одного или нескольких типов, выполняющих общую функцию. У человека, как мы помним, различают четыре типа тканей. Эпителиальные, соединительные, или их еще называют ткани внутренней среды, мышечные и нервные. Органный уровень представлен сложными образованиями, выполняющими определенные функции и отделенными от других частей организма. Организменный уровень. Структурно-функциональная единица этого уровня организации жизни – сам организм. Он может быть одноклеточным, многоклеточным или представлять из себя колонию. На организме, уровне протекают процессы жизнедеятельности, которые обеспечивают существование каждой особи как самостоятельной живой системы. Следующий уровень – популяционно-видовой. Структурно-функциональной единицей этого уровня организации жизни служит вид организма, который представлен в природе, живущими на определенной территории особями, которые связаны родственными связями. Это популяции. В популяциях на основе наследственной изменчивости выживают наиболее приспособленные особи, которые обладают полезными при определенных условиях признаками. От этих особей постепенно в ходе исторического развития органического мира образуются новые виды организмов, то есть происходит видообразование. Следующий уровень – биогеоценотический или его еще называют экосистемным уровнем. Популяции разных видов растений, животных, грибов и микроорганизмов вместе с условиями неживой среды, например, светом, влагой, воздухом, образуют биогеоценоз. В нем между живыми организмами и неживой природой устанавливаются различные взаимосвязи. В результате изменений, вызванных деятельностью живых организмов или влиянием неживой природы, постепенно одни экосистемы превращаются в другие, то есть происходит их развитие и смена. И последний уровень организации – это биосферный уровень. Все биогеоценозы нашей планеты образуют биосферу, то есть оболочку, населенную активно преобразуемыми организмами. В ней происходят глобальные биогеохимические циклы – это круговороты веществ и потоки энергии. А также на этом уровне происходят изменения, связанные с эволюцией живой природы, вызванные деятельностью человека. Таким образом, жизнь на нашей планете представляет собой открытые для веществ энергии и информации саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся системы различного ранга – ген, клетка, организм, вид, популяция, биогеоценоз, биосфера, которые объединены происходящими в них процессами жизнедеятельности и развития. Итак, ребята, мы с вами сегодня говорили о том, по каким критериям можно отличить живой организм от неживой природы, рассмотрели уровни организации жизни от молекулярно-генетического до биосферного уровня. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok